Стройка с огоньком, недостроенная 25-я школа в чистых прудах Здорово напугало местных жителей черным дымом и огнем Что горело на площадке Об этом я не только расскажу в ближайшие минуты Вы смотрите Давича Меня зовут Дмитрий Житарчук Здравствуйте Пациентов и персонал областной больницы вывели на улицу и не пускали обратно В коридоре нашли бесхозный подозрительный предмет Что это было? Каждый день гектары полей В Кировской области продолжает гореть сухая трава и жилые дома Спасатели выезжают с сиреной десятки раз за сутки Кому понадобилась их помощь? Вычисляют должников по номеру машины Кировские автоинспекторы в рейде на трассе искали неплательщиков штрафов с использованием специальной системы Скрыться от нее не получится Пластик, поролон, баллончики из-под краски На Северном кольце активисты ОНФ обнаружили свалку автозапчастей Владельца не спасет то, что это частная территория Почему? Посетители и персонал областной больницы эвакуировали из здания по адресу Варовского, 42 Причиной послужила бесхозная сумка в коридоре Об этом пишет издание про город Очевидцы сообщили, охранники не дают пройти Коридор перегородили скамейками На место выехали экстренные службы Школьная стройка снова в центре внимания Вечером 25 апреля в Чистых прудах горел строящийся второй корпус 25-й школы Об этом сообщил в своем телеграм-канале Роман Данилин По его же информации на место выезжали два отделения пожарной части Горели битумные остатки Из-за этого дым и был такой густой черный В огне никто не пострадал Ущерба как такового тоже нет Глава администрации Вячеслав Семаков уже прокомментировал произошедшее Цитата Мне доложили о ситуации Никто, самое главное, не пострадал Материального ущерба нет На работу строителей не повлияло Благодаря слаженной работе оперативных служб Последствий удалось избежать Конец цитаты За прошедшие сутки в Кировской области Спасателям 13 раз пришлось выезжать на тушение пожаров В основном они были связаны с поджогом травы Огонь уничтожил около 10 гектаров сухостоя Но за прошедшие сутки горела не только сухая трава, но и жилые дома Так в Оречевском районе сгорел частный дом Пожар произошел в деревне Брагичи На ликвидацию ЧП выехали 5 пожарных расчетов Когда спасатели прибыли на место, ЧП уже вовсю полыхали крыша дома и хозпостройки Силами МЧС и местных жителей огонь потушили Соседние постройки не пострадали, впрочем, как и люди По факту пожара проводится проверка Трагедии едва удалось избежать Прохожие на зональном спасли от гибели маленького ребенка Все произошло по адресу улица Доверия, дом 3 Кировчане заметили в открытом окне 10-этажного здания малыша На вид ему было не больше трех лет И тут же сообщили в полицию На место выехали все спецслужбы Сотрудники МЧС натянули брезент на случай, если ребенок сорвется К счастью, все закончилось благополучно Ребенок сам закрыл окно Сотрудники полиции установили мать этой девочки Которой, как потом выяснилось, всего лишь 4 года Мать находилась в поликлинике со старшим ребенком В настоящее время проводится проверка По факту оставления в опасности ребенка В отношении женщины составлен административный протокол По статье 5.35 Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей С начала года за долги по штрафам в Кирове Арестовано 9 машин злостных неплательщиков Из них 2 авто пришлось изъять в счет долга Об этом рассказали инспекторы ГИБДД Сегодня они вновь вышли в совместный рейд С сотрудниками службы судебных приставов На Победиловском тракте останавливали тех Кто не платит алименты, кредиты, коммуналку, штрафы За нарушение правил дорожного движения Выявляют злостных неплательщиков Это те, у кого более 10 неоплаченных штрафов Или общая сумма штрафа превышает 10 тысяч рублей С помощью вот такой камеры Называется этот комплекс дорожный пристав Камера фиксирует номер машины Если собственник, должник Информация об этом появится у инспектора Он стоит чуть дальше Затем должника просят остановиться Проводят с ним беседу Предлагают оплатить штраф тут же Рядом дежурят судебные приставы Если сумма большая и собственник отказывается платить штраф Авто могут изъять В некоторых случаях на машину накладывается арест То есть владелец не сможет ей распоряжаться до погашения задолженности На данный момент в общей базе приставов и инспекторов ГИБДД 256 злостных неплательщиков По итогам проведенных в текущем году мероприятий На территории города Кирова наложено 9 арестов на транспортное средство должников В том числе 2 ареста с изъятием транспортных средств Выдано 12 требований о явке к судебному приставу исполнителю Взыскано административных штрафов Госавтоинспекции на общую сумму свыше 10 тысяч рублей 12 граждан злостных неплательщиков Ограничены судебными приставами исполнителями В пользовании специальным правом В отношении 12 неплательщиков Вынесены постановления о запрете на выезд За пределы Российской Федерации Был бесхозный объект, станет защитным сооружением гражданской обороны Прокуроры через суд потребовали признать право собственности На бомбоубежище в Кирове Объект, построенный больше 60 лет назад Расположен на перекрестке улиц Карла Маркса и Труда В областном центре Бункер состоял на учете у спасателей Однако фактически был бесхозным И находился на обслуживании управляющей компании В суде право собственности было установлено Бомбоубежище передали на баланс Теперь это федеральное имущество Отсутствие собственника объекта Не позволяет содержать его В надлежащем техническом состоянии По этой причине прокуратура Первомайского района города Кирова Направила в суд иск с требованием Об определении права собственности Российской Федерации на объект Исковые требования прокуратуры признаны судом Законными и обоснованными На региональное управление Росимущества Возложена обязанность Принять объект в казну И внести в реестр федеральной собственности Свалка запчастей может вспыхнуть в любой момент Старые бамперы, пластик, баллончики Из-под краски, поролон и прочее Обнаружили активисты Народного фронта В Кирове по адресу Северное кольцо 54-8 Теперь они добиваются ликвидации Опасного автосклада Площадь свалки составляет около 40 квадратных метров Территория частная Здесь работает пункт по авторазборке Вот только территория никак не огорожена Вход свободный, описывают место активисты А рядом трехэтажное офисное здание Где работают десятки людей Брошенный окурок или спичка Могут привести к печальным последствиям То, что это частная территория Не дает никакого права владельцу участка Устраивать там свалку У нас все-таки есть земельный кодекс У нас есть назначение земельных участков И нужно использовать их соответствующим образом Есть экологическое законодательство Которое в данном случае нарушено Поэтому для начала мы направили обращение в администрацию города Кирова Более того, вчера собственник участка уже вышел на связь Каждый второй кировчанин на майские праздники останется дома Каждый пятый уедет на дачу Статистику озвучили в сервисе по поиску работы Так, 53% опрошенных заявили, что никуда ехать не хотят Отправиться в деревню за город собираются более 20% респондентов 10% будут работать В путешествия по России планируют поехать 9% кировчан За границу всего 1% Однако, в целом, по стране спрос на поездки в майские вырос Рассказали эксперты В этом году безоговорочным лидером стал Краснодарский край Сочи и прилегающие города После зимы люди хотят к морю и солнцу Причем юг России туристы бронировали заранее Потому что были уверены, полеты и путевки не отменят На втором месте Санкт-Петербург В основном туда ездят москвичи Третью ступеньку в рейтинге популярности Разделили Минеральные воды и Казань Это близкий перелет Опять же, мы помним, что значительная часть туров подается из Москвы Это качественное средство размещения Это очень богатая экскурсионная программа Которая при этом позволяет в 3-4 дня Уложить достаточно насыщенно Сформировать пребывание в этом городе А я напоминаю, оперативно следить за новостями Можно также в наших социальных сетях Пишите, присылайте видеономер на ваших экранах Прямо сейчас смотрите прогноз погоды А после программу Изи Биз У меня на этом все В студии работал Дмитрий Штарчук Всего доброго, до свидания Благодарим за поддержку Вятка Банк